Украине не стоит чересчур нервничать, потому что и при Хиллари, и при Дональде Трампе Америка будет все равно достаточно жестко выстраивать свои отношения с Россией, в том числе по поводу Украины. Потому что был там какой-то момент, когда Трамп сказал, что «а что мне Путин нравится, он вообще ничего пацан», но потом поправился, а вот то, что он делает в Украине, мне не нравится совершенно. Посмотрим. Хотя вот так вот по определению мне уже приходилось об этом говорить, ничего нового не скажу. Есть такая закономерность, что политики, представляющие демократическую партию, они в большей степени идеологизированы, если угодно. Для них, для американских политиков-демократов, они все демократы имеют в виду тех, кто представляет демократическую партию, которая, ну, скажем так, чуточку левее стоит, левее от центра, чуточку может быть более идеологизированы и чуточку более зациклены на неких либеральных ценностях. Вот эти политики всегда являли собой большую проблему для России, а раньше для Советского Союза, нежели склонные быть весьма прагматичными в тех или иных ситуациях представители партии крупной буржуазии, крупного капитала, республиканской партии. Потому что, смотрите, Эйзенхауэр, например, в 50-е годы, республиканец, был, по сути дела, первым президентом, который растопил лед холодной войны. Именно при нем Никита Хрущев приехал в Соединенные Штаты, был триумфальный многодневный визит. Потом вот такой толщины книжку выпустили в Советском Союзе, которая называлась «Лицом к лицу с Америкой». Это была такая книга, написанная лучшими молодыми журналистами оттепельной времени, которые, наоборот, как могли, нахваливали Америку и писали о том, как много надежд Советский Союз возлагает на улучшение отношений с США. Потом пришел молодой, либеральный, просвещенный Джон Кеннеди, демократ, и чуть до Третьей мировой войны не дошло. Помните, Карибский кризис, да? И Берлинский кризис, и Карибский кризис. И при его преемнике, Линдоне Джонсоне, который занял пост президента США после убийства Кеннеди, тоже отношения были очень сложные, напряженные, ну, прежде всего, из-за Вьетнама, а также из-за Ближнего Востока, потому что именно при Джонсоне произошла шестидневная война, которая совершенно изменила баланс сил на Ближнем Востоке. Израиль, по сути дела, возник тогда в нынешних границах, даже еще в более широких границах, чем сейчас. Арабы, союзники СССР были разбиты на голову, и так, в общем, от этого поражения никогда и не оправнились. И это все, в общем, отравило, если угодно, отношения между Москвой и Вашингтоном. Потом приходит республиканец Никсон, а затем его преемник Форд, и там разрядка, подписание всяких соглашений об ограничении стратегических наступательных вооружений, соглашение об ограничении противоракетной обороны, о предотвращении ядерной войны, полет «Союз Аполлон», сигареты «Союз Аполлон», завод по производству пепси-колы, где-то там в районе Краснодара, между Краснодаром и Сочи, сейчас не буду врать, но тоже по американской лицензии построены, и многое-многое-многое другое. Потом опять приходят демократы, Картер, в полный рост встает проблема прав человека, и все заканчивается бойкотом, инициированным Соединенными Штатами, бойкотом Московской Олимпиады. Отношения опять падают на очень низкий уровень. Дальше Рейган, и казалось бы, ну да, Рейган в некотором смысле победитель в Холодной войне, но для того, чтобы победить в Холодной войне, он сначала мирится с Горбачевым, он опять начинает налаживать хорошее отношение с Советским Союзом, затем это делает его преемник Буш. Дальше, Советского Союза нет, приходит уже на его место Россия, Российская Федерация. Очень трудно складываются отношения у России с Америкой при Клинтоне, особенно в связи с многолетним балканским кризисом, с войной в Югославии. Пик этих событий, когда Примаков летит в Америку, покойный премьер-министр, разворачивает самолет в знак недовольства действиями США в отношении Косова. Потом появляется Буш, республиканец, заглядывает в Любляне в глаза Путину, что-то там видит, и опять вроде как отношения начинают улучшаться. И Америка, кстати, именно при Буше начинает так сквозь пальцы смотреть на то, что в России шаг за шагом потихонечку происходит наступление на демократию, линия поведения Вашингтонской администрации, что бы ни говорилось при Буше. Слушайте, там, это внутреннее дело России, нам это не нравится, но мы в это не вмешиваемся, у нас есть общие интересы, а в это мы не лезем. И все заканчивается российской агрессией в отношении Грузии, в последний год президентства Буша. И, в общем, американцы и это тоже кушают. А при Обаме отношения опять, при демократии Обаме отношения опять на нижней точке, в том числе потому, что с первых дней возникает история о путинском полном почему-то неприятии Обамы, вот этот вот знаменитый эпизод, когда Обама приезжает в Москву, а Путин устраивает ему такой нарочито туристический прием, когда принимает его у себя на террасе подмосковной резиденции, там бегают какие-то половые в красных, шелковых, расшитых рубаках, с сапогом раздувают самовар, Путин, несмотря на то, что на часах там что-то 11 утра предлагает Обаме выпить самогона и угощает его какими-то экзотическими такими деликатесами, Майкл Макфолл, тогдашний советник президента по всем вопросам, связанным с Россией, с Украиной, впоследствии посол в Москве, рассказывал мне, что тогда Обама был настолько недоволен, что он демонстративно даже гладко чая не выпил из чашки, не прикоснулся ни к чему. И вот эта вот тогдашняя встреча, она задала в некотором смысле такой камертоном была, задала тон всем. Остальным контактам мы видим, что Обама Путина не в грош не ставит, а Путин по этому поводу злится, психует, пытается доказать, что он заслуживает к себе отношения. Я думаю, что такого вот подобающего отношения как лидер Великой Державы, Америка не хочет его признавать лидером Великой Державы. И я думаю, что в итоге все-таки, все-таки для Украины лучше, чтобы была Хиллари. Пусть она, конечно, женщина не молодая, и пусть за ней тянется шлейф разного рода прошлых прегрешений, ее собственных, ее мужа, будет более цельную, правильную политику проводить. Тем более, что по одной из версий Виктория Нуланд может играть существенную роль в ее окружении. Виктория Нуланд? Виктория Нуланд, да. Интересно. Ну, Виктория Нуланд начинала свою карьеру при вице-президенте Байдене, который, собственно, ее заметил и начал продвигать. Муж Виктории Нуланд, ученый, историк, специалист по международным отношениям в Соединенных Штатах в 20 веке, является сейчас едва ли не самым уважаемым, крупным идеологом неоконсерваторов. Именно он, вот многие говорят, что кто-то там сказал, что если будет Трамп, то я буду голосовать за Хиллари, я республиканец. Это сказал Боб Каган, муж Виктории Нуланд. Он сказал, что Трамп для меня, для убежденного республиканца абсолютно неприемлем. Если он будет кандидатом, то я буду голосовать за Хиллари и своих единомышленников тоже призываю голосовать за Хиллари. Помимо всего прочего, это еще, на мой взгляд, карьерная заявка на то, чтобы и сама Виктория Нуланд заняла какую-то серьезную позицию или в Госдепартаменте, или в Совете по национальной безопасности. А Боб Каган, он как раз правильный пацан. Он как раз из так называемых неоконсерваторов, которые выступают за то, что Америка защищала свои ценности и свои принципы, в том числе и далеко от своих границ, далеко от американских берегов, в том числе проводя политику сдерживания по отношению к России. Так что тут, я думаю, все будет хорошо.